Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы чествуем святого пророка Божия, царя Давида. Он жил за тысячу лет до Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Его жизнь для нас открыта, потому что, во-первых, две с половиной книги, можно сказать, посвящено Ему. Первая, вторая и третья книги царств. Но самое такое глубокое – это Его псалтырь, через которую Он открыл Свою душу для всех нас. Мы, можно сказать, сливаемся с Его душой, когда читаем псалмы. Потому что когда-то эти слова вырвались из Его души. Иногда с большой болью, с кровью. Он был сыном обычного пастуха. И сам пас стада был очень простым человеком. Но вот, что случилось до этого. Иудеи, еврейский народ, был управляем Богом через судей. Судьи – это такие харизматичные люди, которые очень часто имели пророческий дар. И вот они руководили еврейским народом. И называлось это время тогда теократией. То есть, время, когда Бог управлял еврейским народом. Но вот за тысячу лет до Рождества еврейский народ обратился к пророку Самуилу. Он тогда был судьей израильского народа. Чтобы он дал им царя. И они подчеркнули, как прочие народы. Потому что все народы, которые окружали их, они имели царя во главе своего народа и своего государства. И вот они захотели, как прочие народы. Но Господь их выделил в свое время. Выделил для очень важной миссии, чтобы внутри этого народа родился Мессия, Спаситель мира. Но они смотрели на окружающие народы и хотели, видимо, эту государственную славу, государственную мощь. Пророк Самуил обратился к Богу, рассказал им об этом. И Господь сказал Самуилу, не тебя отвергли, как судью, но меня. Потому что я управлял устами судей. Но сделай, как они просят. Помашь на царство человека, которого я укажу тебе. И через определенные знамения Господь открыл, кто этот человек. Поскольку они хотели славы, величия, то Господь нашел им самого красивого. Он был выше остальных сынов израильских. Он как мяч был на поверхности воды. Он выше других был. Конечно, это было поверхностным качеством царя. Но Господь же видел сердца израильтян, чего они именно хотели. Он был хороший воин. И пророк Самуил помазал Саула на царство Израиля. Поначалу он был послушным. Он слушал Самуила во всем. Но в какой-то момент в нем взыграла такая гордость, такая гордыня, что он стал самостоятельно принимать решения, не посоветовавшись с пророком Самуилом. И вот с этого момента начинается отвержение Богом первого царя Израиля, Саула. Им овладел демон. И он впадал в жуткие состояния депрессии. Может быть, даже какие-то, выражаясь уже современным медицинским языком, маниакально-депрессивные состояния. Потому что все это циклично повторялось в нем. То возбужденность, то наоборот упадок духа. И вот ему слуги предложили, чтобы кто-то играл ему на музыкальном инструменте и пел. Он согласился, нашли такого человека. Этим человеком оказался юноша Давид, пастух из многодетной семьи Иесея. У него было семь сыновей. Восьмым был Давид, самым младшим. И вот когда играл Давид на псалтыре или арфе или гуслях, это, в общем-то, один и тот же, по сути, инструмент, просто разные названия имел. Кинорет на еврейском языке. В общем-то, отсюда и название Галилейского моря, потому что оно было в форме арфы. И вот когда играл Давид на арфе, настолько музыка была его исполнена духа, благодати, что Саул успокаивался. Он как будто становился тем прежним человеком. И вот Господь Самуилу открывает, что нужно избрать, помазать нового царя. И вот избирает Господь Давида. Когда пришел Самуил в дом Иесея, то там были семь братьев старших. Они были красивые, видны собой. Но Господь через Самуила говорит, нет, это не они. И спрашивает Самуил у Иесея, может быть, еще есть у тебя какой-то сын? Да, есть младший, но он там пасет стада. Он говорит, нет, мне его позови. И когда позвали, то Господь сказал, он будет царем. На то время он был 18-летним юношей. Он был невысокого роста, белокур, с голубыми глазами. Исамуил помазал его на царство. И вот с этих пор начинается очень серьезная драма жизни Давида. Но еще здесь важно отметить очень важную историю, что произошло и что, собственно, испортило отношение Саула, царя, с Давидом. Филистимляне напали на израильтян. И филистимляне раньше сражения происходили, вы знаете, вначале сражались более сильные воины. И, в общем-то, кто побеждал из этих сильных воинов, те имели право нападения или вообще они побеждали. По-разному было, все зависело от договоренности. И вот филистимляне выставили Голиафа. Сына Янакова. Вы знаете, братья и сестры, здесь стоит об этом упомянуть хотя бы коротко. Сыны Янаковы. Кто это такие? Потому что 36 раз в Священном Писании упоминаются эти сыновья Янаковы. Это гиганты. Это очень большие люди. Разные свидетельства Священного Писания говорят о том, что эти люди были в высоту до 6 метров. Это очень огромные люди. Мы себе даже представить не можем таких людей. Когда вообще они появились, эти гиганты? Когда сказано сыны Божьи, то есть сынами Божьими называли сынов Сифа. то есть почему они сынами Божьими назывались? Потому что вели праведный образ жизни. И сыны Каина это сыны человеческие. Они вели греховный образ жизни. Помните Каина, который убил своего родного брата Авеля. И в общем-то судьбы на тот момент этих двух потоков человечества разошлись. И вот в какой-то момент нам Писание говорит о том, что сыны Божьи, то есть потомки Сифа, стали соблазняться красотой дочерей человеческих, то есть Каиновых. И стали вступать с ними в связь. На тот момент это была серьезная трагедия. Казалось бы, ну и то люди, и то люди, да, действительно так. И все произошли от одного человека Адама. Но дух был абсолютно разный у этих людей. Я сейчас не буду останавливаться подробно на этих моментах, потому что это требует очень такого большого разговора. Но важно отметить, что от этой связи стали появляться исполины. огромные люди. Исполины они рождались такими, потому что Господь как бы хотел показать человечеству. И вообще нужно понять, что эти исполины, они было такое ощущение, когда вот о них пишет Священное Писание, что они были абсолютно бездуховны. то есть о них можно было сказать, что они суть плодь абсолютно, то есть настолько они плодские. Это просто большие куски тела. Весь акцент их жизни был телесным. Ничего, никаких признаков духа в этих людях не было. Конечно, это не говорит о том, что у них не было духа, но они были бездуховными людьми. Они были очень жестокими, кровожадными, и они просто играли этой силой своей. Они были очень хорошими воинами, беспощадными, жестокими воинами. Они вымирали постепенно и ко времени царя Давида, ну, некоторые говорят, что это был последний исполин, которого звали Голиаф. И есть, конечно, мнение о том, что их периодически где-то находят, но вы знаете, это все теории, вот, ну, об этом пока не будем говорить, для того, чтобы не впадать в какие-то мистификации лишние, но Священное Писание говорит нам о том, что действительно такие люди были. И вот этот человек вышел, и он буквально богохульствовал над израильским народом. Он смеялся над Богом Израиля и так далее. И так продолжалось в течение сорока дней. Он вызывал кого-нибудь из израильтян на бой, но все боялись, потому что все были, как сами евреи, свидетельствовали еще раньше, что мы как саранча на фоне сынов Янаковы. Такие маленькие. И вот решается, в общем-то, я даже не могу сказать, что решается, это как-то даже звучит, может быть, не совсем точно. Он когда услышал об этом, когда пришел в стан, потому что он был юноша, и пришел в стан к своим братьям принести еду. И когда он только это услышал, он буквально сразу же сказал, я пойду и сражусь с этим воином. Но конечно, все были в недоумении, потому что он всего был небольшой человек, юноша. Он говорит, вы не переживайте, я был пастухом, и всегда, когда нападали какие-то дикие животные, я побеждал этих диких животных. И если даже лев брал в пасть такую-то овечку, я догонял этого льва и убивал его. То есть он обладал какой-то особой духовной силой. Этот человек был предназначен для великих дел. Вот действительно здесь есть, что называется призвание человека было на царство. Хотя был с простого рода. И этот человек обладал какими-то особенными дарами, талантами. Он действительно был необычный. В этом небольшом теле был большой человек, человек духа. Ему дали какие-то доспехи, он надел эти доспехи, но сказал, это не мое, я не привык к этим доспехам, он их снял. Он взял несколько камешков и отправился на бой с Голиафом. Когда Голиаф увидел этого юношу, который идет против него, он говорит, что ты со мной идешь сражаться как с собакой, с палкой. Но Давид отвечает, что я иду тебя побеждать именем Божьим, я посрамлю тебя. И он действительно вложил камень в пращу, метнул этот камень, и он попал ему прямо в лоб. И тотчас Голиаф упал. Давид подбежал, выхватил меч Голиафа из ножна и отсек эту огромную голову. Конечно, всех это зрелище потрясло. Конечно, там замечательные моменты, может быть, еще вот сейчас скажу об этом. Когда евреи после сорокалетнего странствования подошли к Святой Земле, и Господь им велел, чтобы они вошли в эту Землю, но вначале были отправлены Саглядаты. И Иисус Навин, Он взял из каждого колена по человеку и отправил их в качестве Саглядаты, в 12 человек. И вот именно они рассказывали о том, что там люди-гиганты живут, мы как саранчаны в фоне, мы не сможем никогда войти в эту Землю. Так говорили 10 человек из 12. Но Халев и Иисус Навин сказали, мы их победим. Но весь народ стал возмущаться и, можно сказать, хотели уже побить Иисуса Навина и Халева за такие слова, потому что никто не верил в победу. Но в результате иудеи победили. Господь как бы всегда подчеркивал, это моя война, я ее побеждаю. Если только вы будете покорны мне, если вы будете доверяться мне, вы будете в меньшинстве всегда побеждать большинство, вы всегда будете сильнее, даже если против вас будет стоять какая-то большая армия. И, конечно, когда иудеи увидели это, они стали прославлять Давида и говорили, Саул победил тысячи, а Давид победил десятки тысяч. Конечно, такие слова очень не понравились Саулу, он стал очень завидовать. И вот однажды, когда Давид играл Саулу, Саул от зависти, ненависти к Давиду метнул в него копье. Но Давид уклонился, и так было дважды. и Давид вынужден был скрываться. До этого они подружились с сыном Нафаном, царя Саула. Они настолько полюбили друг друга, что они были как одна душа. И вот за это тоже чуть не поплатился Нафан от Саула. Саул тоже метнул в Нафана копье однажды. Но Нафан уклонился. Он был очень кровожадным. Он преследовал царя Давида. И вы знаете там две таких истории, когда Давид скрывался со своими сторонниками. И вот однажды Саул вошел по нужде в пещеру. И там скрывались Давид со своими воинами. И он не видел их, потому что в темноте пещеры они скрывались. И вот ему говорят, что ты убей Саула. Обращаются к Давиду его сторонники. Он говорит, нет, я никогда не подниму руку на помазанника Божия. И он отрезал незаметно край плаща Саула. И когда Саул вышел из пещеры, и они стали на разных возвышенностях, и Давид возвысил голос и сказал, обратившись к Саулу, что отец мой, а нужно заметить, что он вступил в брак с Милхолой, дочерью царя Саула, поэтому обращался отец мой, я не желаю тебе зла. И он показал кусок плаща, который он отрезал, что я мог бы тебя убить, но я этого не сделал. Умилился на тот момент Саул, заплакал и вернулся домой от преследования. Но через какое-то время он опять начал преследовать. И где-то они разбили стан, и Давид со своими друзьями проник к нему в палатку. И там он тоже мог бы убить его, но он этого не сделал, он только взял копье царское и кувшин для воды. И на следующий день он показал это копье и кувшин и сказал, я мог бы тебя убить, но я этого не сделал. И тогда царь Давид видел последний раз Саула. С тех пор Саул уже не преследовал царя Давида. И вот через какое-то время в сражении с филистимлянами Саул погибает вместе с Нафаном, своим сыном, и Давид становится царем. Давид процарствовал 40 лет. в общей сложности. Это были особые годы в жизни Израиля. Человек, который всецело отдавался в руки Божии. И очень такие показательные моменты из его жизни мне хотелось бы еще привести вам. Начнем с того, что царство в общем-то каждого наверное человека то есть власть она начинает портить как бы там ни было даже такого праведного человека как Давид и это можно сказать порча стала подкрадываться и в жизни Давида он настолько стал можно сказать разнеженным от этой царской власти что однажды когда он отдыхал на крыше своего дворца он увидел с крыши женщину которая купалась и он настолько обольстился ее красотой что сказал своим слугам чтобы они привели ее и когда ее привели он упал с ней когда он узнал о том что эта жена его верного воина конечно он устыдился и тем более он узнал о том что она беременна от него он призвал Урию из похода для того чтобы устроить как бы их встречу но Урия не вошел в дом и когда его спросили а почему ты не вошел в дом к своей жене тогда он сказал мои братья сейчас находятся воины в поле в палатках и я не могу войти к своей жене в дом и быть с ней потому что они лишены такой возможности такой радости общения то есть настолько он был скромным этот воин Урия и тогда Давид решается совершенно на коварный поступок он своим военачальникам говорит о том чтобы его поставили на такую позицию чтобы там на этой позиции он погиб и он там погибает он совершил два страшных греха прелюбодеяние и убийство и вот Господь посылает пророка Нафана к Давиду Нафан рассказывает ему притчу о том как богатый человек который имел все отобрал последнюю овцу у бедного человека и царь Давид был справедливым человеком и он сказал что такого человека нужно наказать в четыре раза и тогда Нафан говорит ему что ты сам сказал себе приговор и он действительно понес можно сказать такую расплату четыре наказания в скорости жена Версавия то есть которая была украдена можно сказать у Урии она родила ребенка и он умирает это первое наказание второе у него же было много жен и тогда так жили люди по законам того времени и у царя конечно же были наложницы и у него было много детей и вот однажды Амнон один из сыновей это старший сын самый старший сын царя Давида он очень обольстился красотой своей сестры ну конечно она была сестра только по отцу но не по матери фамарь тамара в переводе на наш язык фамарь и вот он обольстился ею и хитростью овладел можно сказать изнасиловал ею об этом узнал Авесолом это родной брат по матери фамаре и он убил Амнона то есть второе наказание это кровосмешение внутри семьи потом третье брат убивает брата и вот четвертое наказание Авесолом начинает скрываться от отца он уходит но потом когда прошло время какое-то годы отец прощает то есть Давид прощает Авесолом он возвращается но начинает преследовать царя Давида то есть он собрал вокруг себя своих сторонников и Давида изгоняет своего отца из Иерусалима и вот когда он шел вместе со своими друзьями Давид то некто семей это потомок Саула он начал бросать камни и грязь в Давида и хотели друзья защитить Давида но он сказал нет если бы ему не позволил этого сделать Бог то он этого не делал бы и потом говорит он я несу наказание за свои страшные грехи когда согрешил царь Давид прелюбодеянием и убийством то из его души вырвался вот этот 50-й псалом который мы очень хорошо знаем эти сестры и вот там есть такие странные слова которые ну как бы не совсем понятны для человека который кается в своих собственных грехах помните научу беззаконные путем твоим и нечестивее к тебе обратяться это очень странно слышать такие слова от человека который сам беззаконный сам нечестивый потому что он страшно согрешил почему он в этом 50-м псалме произносит такие слова и вот здесь братья и сестры мы должны это запомнить наверное на всю жизнь во первых он все псалмы произносил по наитию святого духа господь не покидал царя Давида он наказывал его за его страшные грехи но он его не оставлял потому что Давид это был человек особенный в нем настолько было глубокое чувство Бога и покаяние что он никогда не оправдывался никогда этот человек не показывал что он знаете вот как Ева с Адамом оправдывались после своих грехов Давид никогда он сразу же как только осознавал этот грех он очень глубоко раскаивался и вот он произносит эти слова научу беззаконные путем твоим и нечестивее к тебе обратятся то есть дух святый показывает через царя Давида что только тот может научить покаянию другого человека если он сам глубоко раскаивается в грехе если внутри нас нет покаяния мы никогда не сможем привить другому человеку покаяние никогда мы можем только болтать о покаянии но в нем несмотря на то что он сам согрешил и казалось бы ты в своих грехах тараскайся причем тут другие которых ты будешь научать но духом святым это было открыто и поэтому если мы не чувствуем что наши родные может быть в каких-то грехах своих согрешают и мы не можем им дать какого-то вразумления покаяния потому что в нас его нет глубокого покаяния потому что глубокое покаяние это когда человек становится новым когда человек становится другим а иначе мы можем всю жизнь играть в покаяние мы можем всю жизнь обманывать себя поэтому мы должны себе задавать честные вопросы всегда насколько мы действительно раскаялись изменилось ли что-то в наших устах в наших действиях в нашей жизни и если вы посмотрите на жизни святых людей то пусть не обольщаются те которые говорят да что там с этих святых взять они такие грехи совершали ну как царь Давид к примеру да это конечно был ветхий завет когда в общем то все было по-другому люди жили по другим законам в то время говорилось о том что зуб за зуб кровь за кровь и так далее все это было нормой и вот мы видим что Господь пощадил Давида но он забрал жизни его детей жизни родившегося младенца Фомари Амнона и в результате Ависалома потому что он тоже погиб его убили он был очень красив Ависалом у него были красивые длинные волосы когда он спасался бегством однажды он запутался своими волосами в ветвях дуба и он висел беспомощно потому что животное которое было под ним оно как бы убежало и он стал просто висеть в воздухе и вот один из верных воинов царя Давида поразил копьем Ависалома и когда сказали Давиду о том что сын погиб он очень плакал он очень сокрушался Ависалом Ависалом он все плакал безутешно он был великой души человек и вот поэтому когда мы смотрим на людей даже святых людей то мы должны понимать что святость не тождественна безгрешности каждого святого который умирает церковь его отпевает и она просит Господи прости ему всякое прегрешение вольное и невольное ведомое и неведомое это значит что абсолютно все святые нуждаются в прощении грехов святость еще раз говорю это не безгрешность безгрешен только один Бог но люди все просто смогли в какой-то момент победить эту главную войну внутри самого себя вот это самая главная битва которую мы должны каждый из нас совершить и совершить победу и вот святые это те которые ушли из этого мира победив зло внутри себя но сражения бывали разные грехи бывали разные и нужно понимать о том что он был царем и был не просто царем он был самым успешным царем он смог расширить святую землю до таких пределов до которых она никогда более не была расширена от Ефрата до Красного моря от Средиземного моря до Аравийской пустыни это была самая большая земля и дело даже не в его завоеваниях просто было очень много соблазнов было очень много искушений много было испытаний для его царской судьбы и он всегда с достоинством проходил этот путь и вы знаете еще очень важный момент Господь не дал ему построить храм когда однажды он сказал пророку Нафану что хотел бы построить храм потому что говорит я живу в кедровых царских чертогах красиво у меня дворец а Бог живет в шатрах то есть в скинии в палатке я хотел бы построить для него богатый храм потому что его царские возможности это позволяли и вот вы знаете там интересная такая деталь Нафан говорит хорошо строй хорошее дело вот здесь очень важно на это обратить внимание говорит да хорошо делай но потом он помолился пророк Нафан к Богу и Господь говорит нет я не хочу чтобы он построил храм потому что он много пролил крови и он не может построить храм и вот здесь обратите внимание на вот эту деталь святые люди они могут говорить по-человечески не помолившись одно вреда делай но потом когда он помолился Господь исправил пути его ума и открыл ему свою волю и пророку Нафану Господь открыл что его сын Соломон это тоже святой царь можно сказать больше святых царей то не было Соломон премудрый царь вы помните что из Эфиопии царица Савская она приезжала для того чтобы послушать мудрость царя Соломона он попросил только мудрость но Господь дал ему все и вот царь Давид единственное что мог сделать для храма он приготовил строительные материалы очень богатые дорогие стройматериалы для храма но воспользовался этими строительными материалами только уже его как я сказал сын Соломон желание построить храм вот что такое храм в этом мире братья и сестры ну во первых эти стены сегодня собрали всех нас здесь мы стоим в этих стенах и они согревают нас духовным теплом они дают нам чувство единства в Боге потому что так мы все разные абсолютно люди мы живем все своей жизнью но здесь мы объединяемся мы причащаемся с одной чаши тела и крови христовой здесь мы все объединяемся единой молитвой мы здесь едины уста и единое сердце конечно храм это вынужденная мера в этом мире потому что изначально храма не было в раю весь рай он был храмом и в царстве божьем тоже храма не будет потому что весь мир станет храмом весь мир станет местом святым а сейчас только здесь в храмах мы получаем освящающую благодать через приобщение к святым таинствам конечно сейчас много храмоборцев в наше время которые пытаются воспрепятствовать строительству храмов даже тогда когда в общем-то эти храмы были у истоков города вот достаточно вспомнить первый храм Екатеринбурга он в честь Екатерины и какое было противостояние восстановлению этого первого храма в честь великомученицы Екатерины причем храмоборцы съезжали со всей России и не только с России для того чтобы противостоять строительству храма апостол Павел говорит о том что мы все люди верующие должны быть храмами Святого Духа и поэтому мы пытаемся по образу храма создать храм своей души и не только души но и тела то есть мы пытаемся наполнить вот как священник начинает богослужение он начинает его вечером помните это так называемое всеношное служится и священник перед тем как возгласить первые слова слава святей единосущней нераздельной троицы он в молчании совершает кождение потому что молчание это первая составляющая часть богослужения прежде чем Господь сказал слово было молчание Божие из этого молчания Господь произнес свои творческие слова которые наполнили этот мир которые сотворили этот мир и вот храм это некая духовная модель мироздания каждый раз богослужение повторяет всю священную историю основные этапы сотворения и спасения человечества вы знаете о том что Ветхий Завет по апостолу Павлу назывался детоводителем педагогом поэтому конечно педагог он часто не только хвалит своего ученика но иногда бьет ученика знаете так для профилактики бывает и вот Ветхий Завет он был достаточно жестким как педагог для того чтобы молодого человека отвести от какого-то зла и вот таким был неопытным новый Израиль вот важно еще запомнить братья и сестры такую вещь что вот Давид имя Давид в переводе с еврейского языка это возлюбленный а вы знаете что церковь Христова называется дом царя Давида это значит что вообще некоторые считают что Давид это было второе имя Давида то есть на самом деле до этого было у него другое имя а это в общем-то даже название название его царского достоинства но как бы там ни было мы знаем что он Давид второй царь Израиля и вот домом царя Давида называется почему новозаветная церковь потому что сыном Давида называли самого спасителя потому что он был потомком царя Давида вот здесь еще очень важная деталь что Христос был князем но он был князем наследственным но без надела земли он был обнищавшим князем вот эту мысль кстати хотел передать в свое время Достоевский в идиоте когда изображал князя Мышкина так вот я почему об этом говорю потому что важное другое название которое было раньше до царя Давида ветхозаветной церкви она называлась Израилем а Израиль в переводе с еврейского языка это богоборец потому что Яков который стал Израилем он боролся с Богом и вот обратите внимание что в начале это был богоборец а потом он стал возлюбленный все имеет огромное значение в священном писании в это нужно вчитываться для того чтобы понять глубину и поэтому мы видим что царь Давид он был с точки зрения каких-то физических возможностей простым человеком но какая в нем была сила духа насколько он был сильным человеком и поэтому пусть каждый из нас укрепляется в Боге через покаяние какой бы грех не случился в его жизни Бог нам дал величайший дар покаяния мы можем очиститься от всякого греха желаю всем вам братья и сестры чтобы вы покаяние воспринимали как праздник жизни не как рутину потому что душ которым мы смываем с себя грязь мы воспринимаем тоже как праздник после грязи а покаяние это душ для нашей души это вода которая очищает нашу душу от греха если кто-то не хочет каяться то в каком-то смысле он наверное не считает нужным мыть свою душу он забыл о элементарных правилах гигиены и если где-то он даже начинает подванивать кому-то духовно своими пороками своими страстями то нужно себе задать вопрос а когда я был последний раз на покаянии если в моей жизни все слишком сложно и у меня только плохие слова плохие мысли то это все потому что мы слишком стали грязными мы не совершаем очищение своей души царь Давид это человек который всегда как он в псалмах своих говорил постелю свою то есть постель слезами своими о мочу потому что он оплакивал каждый свой грех и поэтому если кто-то говорит о том что вот он согрешил а Господь его простил пусть кается он как царь Давид и Господь все и вам простит есть ли у нас такое покаяние есть ли такое смирение когда его поносили подданные а он смиренно переносил это и говорил это мне по моим грехам всегда ли мы вспоминаем когда нас кто-то ругает всегда ли мы вспомним может быть те грехи тяжелые например какого-нибудь аборта страшного может быть об этом уже многие забыли а это страшный грех и если мы терпим какие-то наказания то это все Господь нам посылает все братья и сестры по нашим грехам для того чтобы исправить нас пусть Господь всех вас хранит на многое и благое лето